Пишем? Я тогда буду сразу и говорить уже про меня. Короче, ребят, всем привет. Скажу сразу, что попали на самый важный для меня ролик, потому что сегодня я дарю тачку своим родителям. Вообще, небольшая предыстория сразу. Кто давно на меня подписан, знает, что из маленького села с далеко не обеспеченной семьи. И, собственно, я, как и мои родители, всегда мечтали о тачке, потому что тачки бы не было. Вот. Батя работал на тракторе, мама работала бухгалтером. И не так давно я узнал, что они собираются покупать какую-то жигу. То ли пятерочку, то ли шестерочку, чтобы чисто передвигаться, чтобы было комфортно, не холодно зимой. Ну и, собственно, ребят, пользуюсь возможностями. Я, конечно же, их не предупреждал, ничего не говорил. Сегодня я планирую купить тачечку. Какую-то иномарочку, конечно же, а не жигульчик. Короче, ребят, что могу сказать? Мы отправляемся с вами. Выбираемся поудобнее. И всем приятного просмотра. Погнали. Ну что, ребят, всем доброе утро. Короче, на часах у нас 9 утра только проснулись. И прямо сейчас мы едем забирать тачку, покупать и сразу же будем ее оформлять. На самом деле, короче, планы на денег очень большие, потому что нужно все успеть. Сразу же нужно сделать ТО на тачке, чтобы потом родители ни над чем не запаривались. Нужно собрать вещи, нужно заехать в магаз, купить кое-какие там подарки для всех. Ну и сегодня нужно успеть поехать в село, собственно, чтобы было не темно, чтобы не стемнело, чтобы классно вручить на тачку, собственно. Даже две тачки я потом расскажу, какой план будет у нас. Потому что план на подарок очень грандиозный, вот очень необычный. И мне очень, наверное, даже страшно немножко переживать за реакцию родителей, потому что, ну, будет такой малеха треш. Ну что, ребят, покупка совершена. Эта тачка уже стоит передо мной, так сказать, во всей красоте. Вместе с М5 вдвоем для подружечки, так сказать, стоят. Вот, кстати, такое первое ощущение, что я купил две тачки, когда они вот прямо на месте уже есть, вот, стоят вместе, собственно. Это, конечно, не моя тачка, но сегодня-то она моя. И сейчас будем в Хасане, да я шучу. Вот, короче, встречайте. Киа Optima EX-PIX-PIX. Так, ребят, ну что, тест-здравие начинается прямо сейчас. На самом деле, тест-здравие у меня простой. Это просто дать педаль в газ на максимуме и понять, она едет или не едет. Вот, это все, что мне интересно. Родителям, конечно, это не интересно абсолютно. Потом тест-здравие будет следующим образом. Короче, коробочка, автомат присутствует. Все просто переключаешь. Тут еще такой тумблер прикольненький. Вот, дальше присутствует у нас камера заднего вида. Дальше присутствует подогрев сидений. Все эти моменты, которые вы сами понимаете. Вот, присутствует регулировка сидений, которая электрическая. Присутствует память сидений. Присутствует складывающие зеркала. Подогрев зеркал, подогрев руля. Подогрев ануса. Я не знаю, все, что здесь, короче, все, что нужно. Наверное, подогрев. Есть стекла, тоже подогревается. Вот. И это, наверное, блин... Ого, конечно. Сейчас прикол, разъебся, типа, на машине. Только купил и сейчас разъебся. В тотал просто я починю, блядь. Родители такие, да? Они, на самом деле, не узнают, если я здесь правильно. Мы никому не скажем. Даже видео-то не выложим. Так, короче, прямая сейчас будет. Газ в пол, 2,4 литра, Kia Optima EX50320, Skoda AeroPi, чуть не в ебутом бочину. Ну, ничего, страшно, мы тебя догоним. Газ в пол. Хорошо, она едет примерно так, как Kia Optima, как 2,4 литра. По-моему, 180 около того здесь сил. Вот. Ну, для меня, конечно, не едет. Она пострадает 75-й, который 800 сил. Но это здесь не главное. Здесь главный комфорт. Вот чувствуется плавность хода. Здесь широкопрофильная резина. Прям все четенько, плавно едешь по сельским дорогам. То, что нужно. Вот. Клиренс 155 миллиметров. Я все выучил. Готовился, как вы понимаете. Читал энциклопедию там пострине Kia, там, как это все придумывалось. Лично знакомился с владельцем этого завода, чтобы подготовиться к тест-драгу. Так, сплошная двойная. Нет. Хорошо, шашечки пошли. Шашкуем, блядь. Давай, 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 давай. Перестроился, ушел сюда резко. Давай. Газ в пол. Сразу, самое главное, смотреть на фонари машин. Фонари машин красные, значит, нужно притормаживать. Здесь автобусная, блядь, ничего страшного. Мигалочка помигала ему. Оп, ушел. Хорошо. Были, честно говоря, такие времена, когда мы даже ездили на повозочке. То есть повозка, лошадь, собственно, где-то, наверное, до 14 лет у нас была дома лошадь. Вот. И мы передвигались именно таким способом. Потом уже там купили трактор, когда мне было уже 17, когда я уже поступил в универ. Вот. Но это другое дело. Короче, о тачке я прям сильно мечтал, потому что я помню вот эти времена, когда уже холодно. Осень, уже падает первый снег, а мы летим на повозке, собственно, я маленький такой, закутанный весь одеялами. Ну, как маленький, 14-летний уже такой пацанчик, ебать. Так сказать, уже стоял вот у него. Вот. И закутанный всеми одеялами, едем холодно. Я ужасно, на самом деле, стеснялся вот этих моментов, когда мои одноклассницы видели это все. Я думал, блин, вот сейчас бы, конечно, на машине было бы классно, а то на коньяке так стыдно. Это говорю к тому, что эта тачка, наверное, если сравнить с теми тачками, которые есть, даже на данном этапе, там самая популярная тачка, это Жига. Жига-еденечка, Жига-шестерка, Жига-семерка. Вот. Ну, и самый топчик, так сказать, самые лакшери, самые мажоры, такие мужики, которые там, что касается Голова Сила, что касается Голова Колхоза, Холгоспу, человек называется у нас там, короче, вот так называется. Они ездили на Ладе 12-й, на Ладе 15-й. По-моему, даже Приоры есть. Вот. Я знаю, что самая пиздатая тачка у нас была, это Шкода, по-моему, Рапид. Вот. Это у чувака, который владелец тракторов, всех этих движух, короче. Короче, да, ребят, собираем вещи. Собственно. И отправляемся на Киа, на техобслуживание, так сказать, на ТО, чтобы сделать ТО-ху, потому что срок не наступил, но я хочу сделать заранее, чтобы батя в ближайший год вообще не парился. Порослой для пресса. Короче, ребята, сделали ТО-ху, купили еще немножечко всяких маленьких подарочков, там, духовки, телефоны, всякие такие темки. И сейчас, буквально через полчасика выдвигаемся, приезжают ребята, которые будут ехать на тачке, собственно, на Киа, который мы дарим. Вот. А мы будем ехать на М-5, потому что я всегда решил ехать на двух тачках, как говорится, чтобы по красоте. Ну что, ребят, собственно, мы уже выехали. Ехать нам, короче, около двух часов, пока дорога хорошая. На расслабончике можно на Чили топить. Ну, а там уже будет больно. Там где вот такие камни, вот такие вот ямы. Короче, увидимся с вами. Завтра. Короче, ребят, ехали-ехали мы. Вот, я вам рассказывал, что собрался купить «Жигуль», но поскольку уже темнеет, вот, уже не успею доехать даже до Драбова, там, где я нашел «Жигу». По дороге мы нашли вот такой вот неприметненький «Жигуль», возле «Жигуля» стоял мужик. Собственно, я вам предложил, чтобы он с нами съездил в роли продавца. Когда он приехал, пригнал машинку, типа, вот, потому что я якобы не умею на механике ездить, он с нами едет, я им дарю эту «Жигу», вот такую вот классненькую. И они наверняка обрадуются, а может, не обрадуются, я не знаю. За углом стоит какая-то «Кия», такая черненькая, бантика, красивая, нарядная. И тут начинается вопрос, они не понимают, что происходит. И я говорю, а вот, на самом деле я вас обманул, это ваша «Кия», а не «Жига». Говорю, водила подставной, все это постаново, ебать, расходимся, пацаны. Короче, думаю, что примерно понятный сценарий. Вот, сейчас мужик одевается, собственно, ему предложил монетку хорошую, он говорит, да не вопрос вообще, поехали, ехать еще минут 20. Поэтому сейчас будет кортеж у нас уже из четырех машин, продолжаем двигаться к Силухе. Пока мы доедем к Силухе, у нас будет уже, наверное, машин 10 за нами ехать. Ребята, к вам есть вопросик, какая машина больше всего нравится? БНВ, это моя мечта. Это ваша мечта? БНВ М5. А «Кия» нравится, вот эта черная? Ну, тоже нормально. Тоже нормально. Тоже нормально, но красиво же, да? Да. Спасибо. Все, интервью есть, Вова, уже все. Так, ребята, короче, остановились мы за углом, прямо на поворот на мою улицу, мы решили сделать как. Мы сейчас подерживаем на М5 и «Жига» сзади, типа. Это все свои, вся фигня, это водитель «Жигуля», который пригнал «Жигуль». Все начинают рассматривать «Жигуль», я говорю, что это подарок, все смотрят, типа, да, там, дверь открыли показал, там, че как. А из-за угла потихоньку начинает катиться «Кия К5». Начинают катиться Малырь. Да, из-за угла начинает потихоньку катиться «Кия К5» с бантиком. Вот, все такие смотрят, какая тачка. К Timon «К5», а Optima. А, из-за угла начинает катиться «Кия К5», да, с бантиком, красивая. Такие на «Жигуль» смотрят, на «Кию», что происходит, я говорю, а, вот, это не «Жигули», а «Кия». Да, короче, сейчас моем «Жигу». Давай жигу. Сколько что-то я покажу, все, как работает. Что, нравится, скажи, нравится? Ну, а я уже. На, на, руки. Субтитры сделал DimaTorzok